Приветствую вас, и в первую очередь поговорим про то, как начать себе что-то с меня. Тут вопрос связан с тем, что вам нужна воля. Тренировка воли, более яркое акцентирование внимания на воле, вам поможет вам делать то, что вы хотите, поможет вам добиваться того, чего вы желаете. Собственно говоря, воля тренируется через два момента. Внимание и мотивация. Внимание – это такая неспособность, как и все остальные, как сила, ловкость, выносливость. Тренируется внимание через удержание фокуса внимания на каком-то предмете, на каком-то объекте, мысли и так далее. Его нужно тренировать, даже как тренируется любая другая способность. Например, берем листок чистой бумаги и фокусируем на нем внимание, стараемся удержать ни о чем другом не думаем. Десять минут первый раз, потом двадцать минут, потом тридцать. После чего берем больный слой, например, и стараемся уже на нем фокусировать свое внимание и так далее, 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 далее. Это поможет вам, занявшись каким-либо одним делом, собственно говоря, уже от него не отклоняться, не отходить и не прекращать, не распылять свое внимание. Далее идут мотивы. Мотивы, безусловно, очень важны, то есть вам нужно расширять свое мотивационное поле. Каким образом? Поиском новых мотивов, поиском целей, для чего вы это все делаете. Придание новых значений и смыслов тому, что вы делаете. Например, кто-то меня в своей жизни нужно вам, но не только вам, вашим родным, вашей маме, вашей маме, вашему папе, для тех, кто вас любит. То есть, а вы как бы расширяете смысл того, что вы делаете и допускаете, что это важно не только для вас, но и для других людей. Это первый возможный вариант. Второй возможный вариант – это акцентрирование внимания на негативных эффектах. Например, сейчас вы живете очень, ну, не очень хорошо. Негативно. Вы так больше жить не хотите, не хотите. Соответственно, это можно использовать как мотив. Но необходимо четко представить, зачем, для чего. Это необходимо для создания достаточного мотивационного поля. Сочетание с вниманием – это создаст необходимые условия для достижения ваших целей. Следующее, о чем стоит поговорить – это уверенность в себе. Она у вас, к сожалению, очень занижена. Самоценка занижена, самолюбие и так далее. Нужно повышать. Как повышать? Ставим себе, собственно говоря, цели, которые исходят из наших желаний и потребностей, и начинаем их добиваться. Добиваться, разбивая на задачи и выполняя эти задачи. Успех от того, что вы делаете, поможет вам лучше чувствовать себя, ощущать уверенность в собственных силах, понимать, что вы ничем не хуже других людей. Собственно говоря, далее идет общественное мнение. Общественное мнение таково, что общество представляется как один большой человек, поскольку оно создано людьми. Общество стремится сделать так, чтобы люди были максимально походим друг на друга в нем. Так общество себя расширяет. И именно поэтому каждому из нас требуется жить своей жизнью так, как мы того хотим, не вредя при этом обществу. То есть, почему люди осуждают? Почему люди говорят, что им не нравится? Ведь, если человек счастлив, если у человека все хорошо, то вряд ли он скажет, что ему что-то не нравится. Вряд ли он начнет это критиковать, а если он начнет критиковать, то будет это делать конструктивно. Деструктивно делают это люди несчастные, завистливые, которые стремятся опустить других до своего уровня. Соответственно, вам, исходя из этого, нужно понимать, что, во-первых, общество диктует вам те правила, которые полезно для него самого не дало, и вам нужно жить своей жизнью, не вредя при этом никому. Негативная реакция, которую оказывают вам люди, является ничем иным, как следствием зависти, недовольства, неверности в себе, собственно, несчастные и прочее. Обращать внимание на таких людей тоже не стоит. Это несчастные люди. И понимать, что ваша жизнь, это ваша жизнь. И прожить ее нужно вам так, как хочется вам, а не кому-то другому. Потому что, живя для кого-то другого, вы никогда не угодите. Ведь общественное мнение очень переменчиво. А вы сами, вы сами останетесь нищим, нищим. Вы поймете однажды, что жили не для себя, а для других. И это будет страшно. Это будет ужасно. Ну, и последнее, о чем хочется сказать, это то, что, что вы сказали, некоторые определенные ситуации вы подорвали ваше психологическое здоровье. Раньше их убили другим человеком. Эти ситуации обязательно нужно разобрать, чтобы понять, почему они на вас так повлияли, помочь вам изменить к ним свое отношение и излить положительный опыт. Без этого вряд ли можно говорить о том, что что-то изменится. Пока вы не отпустите прошлое, пока вы не оставите его там, где оно есть, вы не сможете жить дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok